Основа профилактической диеты терапии направлена на усиление экзогенной антиоксидантной защиты посредством пероральных добавок, содержащих нутрицептики и микроэлементы. В частности, ксантофиловые кислородосодержащие каротиноиды обладают уникальными свойствами, выступая в качестве мощных антиоксидантов и противовоспалительных медиаторов сетчатки. Было показано, что они способствуют профилактике нейродегенеративных ретинопатий, таких как возрастная макулярная дегенерация сетчатки и диабетическая болезнь глаз. Было документально подтверждено, что большее потребление ксантофилов с пищей посредством добавок каротиноидов обеспечивает клинически значимые преимущества в зрительных функциях, как в здоровых, так и в болезненных состояниях. Ксантофил-каротиноиды, такие как лютеин и изеоксантин, а также изомер лютеина-мезоксантин, играют важную роль в поддержании целостности сетчатки, одновременно с оптимизацией центральной остроты зрения. В совокупности эти жирорастворимые каротиноиды составляют макулярный пигмент, который образует желтое пятно, которое можно увидеть при офтальмоскопии. Люди не способны естественным образом синтезировать лютеин и изеоксантин, следовательно, их необходимо получать за счет диетического потребления таких продуктов, как шпинат, капуста и зеленые листовые овощи семейства крестоцветных, а также кукурузы и яичные желтки. С другой стороны, мезо-зеоксантин представляет собой биохимический изомер, также обнаруженный в макуле, который формируется в результате метаболизма лютеина посредством активности изомеразы в клетках пигментного эпителия сетчатки. Растущее количество данных указывает на то, что истощение этих каротиноидов отмечено низкой макулярной оптической плотностью пигмента и может быть клиническим биомаркером, связанным с повышенным риском развития ретинопатии и зрительной дисфункции. Считается, что более высокие уровни оптической макулярной плотности пигмента сохраняют ткань сетчатки, особенно слои, содержащие фоторецепторы в ямке посредством двух основных механизмов. Первое. Служат врожденным оптическим фильтром против синего света. И второе. Служат защитными антиоксидантами, нейтрализуя свободные радикалы и уменьшая последующее окислительное повреждение. Отчеты показывают, что регулярное употребление формулы микронутриентов, содержащие витамин С, витамин Е, бета-каротин и цинк, дает скромные преимущества, снижая риск позднего прогрессирования возрастной дегенерации макулы до 25% в течение пятилетнего наблюдения за пациентами из группы риска. Считается, что при старении сетчатки истощение эндогенных и экзогенных антиоксидантов является решающим фактором обострения нейродегенеративных механизмов. Фактически существует существенное доказательство в пользу нейропротекторной связи с повышенными концентрациями лютеина и изооксантина в сыворотке и профилактикой возрастной дегенерации макулы. Многочисленные продольные когортные исследования показали, что большее регулярное потребление таких продуктов, как шпинат, капуста и листовая капуста обеспечивает значительную защиту от поздней стадии возрастной дегенерации макулы. Мета-анализ обнаружил, что у людей с самым высоким уровнем потребления каротиноидов наблюдалось значительное снижение риска поздней стадии дегенерации макулы. В одном отчете популяционного роттердамского исследования было обнаружено, что более высокие пищевые антиоксиданты, включая лютеин и заоксантин, могут значительно снизить раннюю заболеваемость возрастной дегенерации желтого пятна, вызванную вариантами генетического риска. Известно, что метахондриальная дисфункция и фотоокисление запускают пролиферацию преждевременного клеточного старения при возрастной дегенерации макулы, что впоследствии запускает патогенный каскад развития при этом заболевания. Более того, было показано, что при диабетической ретинопатии основные причины метаболического синдрома существенно нарушают ассимиляцию и транспорт пищевых каротиноидов. Метаболические нарушения, такие как ожирение, инсулинорезистентность и хроническая гипергликемия, способствуют атерогенному метаболическому дисбалансу, который в дальнейшем способствует истощению макулярного пигмента. Многочисленные рандомизированные клинические исследования чрезвычайно последовательно продемонстрировали, что добавление ксантофилов каротиноидов может значительно улучшить их концентрацию в сыворотке и в ткани сетчатки у пациентов с возрастной дегенерацией макулы. Отчеты, по-видимому, указывают на то, что пациентам с возрастной дегенерацией макулы вероятно потребуется как минимум 12 месяцев использования каротиноидной витаминной терапии и более высоких доз каротиноидов, прежде чем измеримые улучшения зрительной функции станут клинически очевидными. Итальянское исследование каротиноиды возрастной макулопатии показало, что относительный риск потери зрения на 3 и более букв снижается на 76% среди пациентов с атрофической возрастной дегенерацией макулы после двух лет терапии каротиноидными витаминами. Анализ повторных измерений также продемонстрировал заметные временные эффекты улучшения каротиноидной терапии через 6, 12 и 24 месяца в группе активного лечения. Это может объяснить, по крайней мере, частично, почему в некоторых исследованиях с более короткой продолжительностью сообщалось об увеличении макулярной оптической плотности пигмента, но наблюдались только тенденции улучшения зрительных функций, которые не достигали статистической значимости. Однако более поздние исследования, изучающие различные соотношения ксантофилов-каротиноидов в рецептуре различных биодобавок, а именно добавление мезо-зеоксантина, в значительной степени показали, что включение всех трех каротиноидов может дать преимущество для лечения ранней возрастной дегенерации макулы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова